книга открытым оком тема коммунизм том 23 вопрос 3534 привыкли все поносить что было при прежней власти но тогда же было место подвигу поднимали целину строили бам рыли каналы и даже реки северные могли на юг повернуть и женщины получили равные права с мужчинами работали также космонавтами трактористками разве эти добрые деяния коммунистов не зачтутся им отвечает игнатий тихонович лапкин где должны засчитываться дела людоедов даже одураченный испившийся народ их уже отверг чтобы не делали безбожники у них все будет по-дурному на погибель их душам и телам они посягнули на самый главный признак отличающий человека от скота на свободу мысли и выражение ее и на разум вот что пишут сегодня а это капля в море цитата общая площадь пашни в крае возросла до 7,3 миллиона гектаров за 1954-56 года в край на новых землях было выращено 18 миллионов тонн зерна в 1953 году было получено 1,7 миллионов тонн в 1955 году 6,4 миллиона в 1956 7,3 средства вложенные на освоение целины окупились за один год и восемь месяцев то есть за два сезона за 54-57 годы в государственный бюджет поступило 521 миллион рублей что на 206 миллионов рублей превысило сумму средств вложенных в освоение целины на ранее опустовавших землях было создано 78 крупных целиных совхозов организовано 77 колхозов с 1 апреля 1954 года вступила в строй железная линия Кулунда-Барнаул в 1956 году заработала так простите с 1 апреля 1954 года вступила в строй железная линия Кулунда-Барнаул в 1956 году заработала ветка карасук камень на обе было построено 30 элеваторов а всего 49 крупных хлебоприемных комбинатов 30 масло сыродельных заводов 1200 магазинов в селах края было построено 635 сельских клубов около 300 библиотек перед началом освоения целины на алтае насчитывалось четыре с половиной тысячи гектаров садов но вскоре площадь возросла до 32 тысяч гектар 18 механизаторов получили звание героя социалистического труда 1285 человек были награждены орденами и медалями орденами и медалями сейчас в цивилизованном мире в периоды жары женщина ежедневно принимает душ а что было тогда когда в поле не всегда хватало воды чтобы напиться когда женщина находилась на первых месяцах беременности ежедневно тряслась в кабине трактора зачем же надо было это делать только поэтому большинство женщин механизаторов не могли родить это результат глупой политики чтобы уравнять в таких правах женщину не случайно паша ангелина первая женщина трактористка прожила не случайно паша ангелина первая женщина трактористка прожила всего 47 лет да что там женщины если даже мужчины со стажем тракториста более 20 лет умирали в возрасте чуть за 50 лет пыли, грохот, сквозняки и в основном вибрация сказывались на здоровье Терешкова весь полет была как в оцепенении Королев хотел прервать полет, но Хрущев не разрешил распахивали все что можно распахать дороги, солончаки, берега рек и озер развернулась кампания по изъятию излишков скота в личных подсобных хозяйствах по сути это было преступлением против народа в 1964 году было забито 105 процентов поголовья крупно рогатого скота к выращенному поголовью а коневодство было вообще ликвидировано там где итоги освоения целины были скромные рапортовали не в сотнях тонн зерна а в пудах хотя метрическая система мер была у нас введена еще в 1925 году стопудовый урожай а это всего 16 центнеров с гектара только за 1954-1956 годы в районах степной Кулунды было поднято более миллиона гектаров новых земель нетронутым остались только поселки и погост в результате освоения целины потеряли в 1985 году плодородных сельхозугодий 3 миллиона 0,13 га пашни 2 миллиона 135 тысяч от метровой эрозии в 1996 году потеряно 5 миллионов 370 тысяч гектар пашни в 1963 году из-за пыльных бурь погиб урожай на полтора миллиона гектар в итоге за 1963-1965 годы из оборота выведено было более 1 миллиона гектар из 2,9 гектар поднятой целины пыльными бурями плодородный слой уносился за тысячи километров только за 1956-1958 годы сдуло с целины 10 миллионов гектаров пашни что эквивалентно территории Венгрии или Португалии было допущено много ошибок пришлось много вкладывать средств чтобы все исправить участки оазисного орошения не дали ожидаемого эффекта на орошении поставили крест тысячи километров алюминиевых труб стали ценным металлоломом и были разворованы в стране не хватало хлеба и чтобы состряпать оладьи приходилось размачивать макароны программа ликвидации неперспективных сел проводилась в 1966-1970 годах под руководством академика Заславской в 1991 году закуп пшеницы за границей составлял 18 миллионов тонн импорт мяса возрос в 6 раз а кормов в 7 раз добавил и рыночный геноцид российского сельского хозяйства Говорить тогда правду было равносильно самоубийству самый принципиальный оказались в тюрьме побежденная Германия присылала поношенную одежду которую здесь продавали на килограммы большего позора Россия не видела создавали карликовые сельскохозяйства была очередная дурь алтай земля люди страница 177-190 и булах а старцев некогда люди замыслили сделать башню небоскреб до неба и тем погубили единство языка и понимания какие высоты строят люди такие высоты строят люди постоянно будь то целина или магистраль 4 царств 17-9 и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему и построили себе высоты во всех городах своих притчи 21-7 насилие нечестивых обрушится на них потому что они отреклись соблюдать правду про языки в 13-14 и разрушу стену которую вы обмазывали грязью и повергну ее на землю и откроется основание ее и падет и вы вместе с нею погибните и узнаете что я Господь и истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью и скажу вам нет стены и нет обмазывающих ее линкоры гибнут шахты заливает осколки взрывов вмесят километры дымятся алтари у мусульман в Ливане и христиан считают руки смерти какой бы давности газету не поднял везде аварии убийства катастрофы и не обрящется ни ночи и ни дня когда не нюхали бы формалин и морфий не хватит жалости из опоздалых слез о молодых о старших и младенцах кресты на снимках высятся внахлест и некуда от тленного нам деться бог окружил нас памятью о вечном что зримое не стойко ненадежно нас морят жгут в утробе зло калечат отдохновением лишь изредка случайный дождик молитвы чьи-то беды отвели от хижины моей стоящей на растяжках другие могут другие тонут в море корабли иной с волной на пляже скорбно пляшет не заблудился в круговерть в метель звезда полярная в разрывах туч сверкнула в моем окне огонь и теплая постель во сне воспоминанием лишь сводит скулы пространство мной заполнено в эфире шуршат мои шаги по пожелтевшим листьям кто верующий это понимаете шире творцу миров оставлен помолиться благодарение успеть бы осветить продление жизни переносимость боли такую тайну в господи постиг все во христе меняю добровольно бог неестественную смерть преобразил и переходом к царствию назначил успеть раздать двенадцать все корзин теперь другие пусть хранят в заначке двадцать первого октября 2007 год Игнатий Лапкин и у вс ну для и